Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 15 января. И хотя мы еще не сеем, но вот эта предпосевная обработка, работа с семенами у нас уже давно идет. Я вот вам показывала, как на томатах я проверяю всхожесть семян разных сортов. Вот все они вылезли, кто-то раньше, кто-то позже, все взошли. Но сегодня я хочу поговорить о семенах перца, потому что обычно томаты всходят все равно у нас как-то лучше и легче. С семенами перца бывают проблемы, они и дольше всходят, и не всегда все, бывает, что выпадание. И вот поэтому хочу поговорить про предпосевную обработку, какую именно? Именно замачивание. Вот почти все мы занимаемся предпосевной обработкой семян. Обычно это обеззараживание. Мы обеззараживаем 15-20 минут, потом с последующим замачиваем в растворе стимулятора. Это зависит от человека. Кто-то в растворе стимулятора замачивает, кто-то просто в воде. Замачивают чаще всего до набухания, и время каждый выбирает сам. Ну это может быть и 30 минут, и час, и два. Это просто до набухания. Но иногда мы замачиваем и на сутки, и на двое. И так мы поступаем чаще всего, когда нам нужно именно проверить схожесть. Увеличиваем вот это время замачивания до несколько суток. Выдерживаем во влажной среде до наклёвывания. Обычно томаты до наклёвывания мы никогда не замачиваем. Ну, по крайней мере, просто подержим какое-то время. И мало кто ждёт, когда проклюнутся, а не высеваем. В каких случаях... Ну и перцы тоже не всегда мы до наклёвывания замачиваем. Иногда просто замачиваем и сеем. Но в каких случаях до наклёвывания, когда это необходимо? Обычно такая предпосевная обработка семян более тщательная. Вот ждём, когда росточек появится. Она пригодится вам, если вы собираетесь выращивать рассаду перца без пикировки. Ведь в этом случае вы будете высевать свои семена сразу в стаканчики или в кассеты. И если вы просто замочите семена перца или баклажана до набухания и сразу посеете их, в случае неполной всхожести половина кассеты или стаканчиков может оказаться пустая. Досевать в такие кассеты новые семена тоже нежелательно. У рассады с разными датами посева будет разная высота, разное развитие. Нам нужно, чтобы общее развитие в одном лотке, например, или в кассете было одинаково. Одна дата посева, потом лучше. Вот многие могут сказать, что можно сеять по два семечка в ячейку. Я уже тоже говорила, что да, существует такой способ. Парный посев семян с последующим удалением второго сеянца. Но, во-первых, это затратно с материальной точки зрения. Уходит много семян на выброс. А если семена куплены дорогие, то это очень жалко, во-первых. А во-вторых, ну не у каждого человека поднимается рука, как я уже говорила, выстричь или выбраковать. Вот это уничтожить красивые здоровые всходы, если семена взойдут все. Так что вот у этого посева по два в одну кассету, в один стаканчик тоже есть свои минусы. Они небольшие, но есть. Поэтому самый лучший способ, это посеять семена перца, которые уже наклюнулись. В этом случае и расход семян будет минимальный, и уничтожать потом нам здоровую рассаду не придется, и появятся такие всходы раньше обычного. Но если обычно долго он всходит, то с наклевкой он, конечно, быстро уже взойдет у нас. Еще в одном случае необходимо замачивать до наклевывания. Если я, например, покупаю или где-то достаю ограниченное количество семян одного сорта, вот, например, дали мне два семечка, мне очень важно, чтобы они оба выросли, ну два или четыре. Конечно, я их в сухом виде не посажу, я буду ждать, когда они наклюнутся, проклюнутся, и тогда уже точно я буду знать, что они у меня живые и здоровые, я их посажу. Я вот в прошлом году тоже решила расширить ассортимент перцев великанов, но у которых плоды там 400, 500, вот оранжевый бы покупала. Ну там в пачке всего 8 семян, они очень дорогие, 40-50 рублей, даже больше могут быть. И вот если ты возьмешь эту одну пачку за 50 рублей, ясно, что тебе хочется, чтобы зашло каждая-каждая семечка, и лучше тогда их, конечно, до наклевывания ждать. Нужно им помочь, чтобы они проросли в стимуляторе, а потом уже осторожненько посадить в землю. Конечно, когда я высеваю вот такие массовые посевы перца, вот у меня когда свои семена, у меня даже мысли не приходят ждать, когда они наклюнутся, все. Тут я просто беру большее количество семян для высева, и все, потом я пикирую, при пикировке выбраковываю, какие плохие, слабые. Тут никаких проблем нет, никто не говорит, что нужно все посевы перца, если вы много высаживаете, до наклевывания. Нет, конечно, это очень такая, как, ну, длительная процедура, ждать долго, когда она наклюнется. И я вот свои для продажи рассаду, я высеваю в сухом виде, потом уже смачиваю грунт и жду. Мне все равно. Ну, через 10 дней взойдут, через 10, иногда бывает и через 14, если сильно пересушенные. Я говорю о тех случаях, когда у нас мало семян, и когда дорого каждая семечка, или когда вы высаживаете просто мало. Вот сама процедура, она точно такая же, как при кратковременном замачивании. Помещают семена перца во влажную среду, обычно это влажные ватные диски, или несколько слоев ткани. Если они лежат до набухания 2-4 часа, то тут мы их оставляем на один день, на второй, на третий. Бывают проклевываются на четвертый, бывают на седьмой, бывают и на десятый. Еще раз говорю, если они очень пересушенные, если, например, перцем 3-4 года, и лежат они в сухом помещении, конечно, они будут дольше, они пока набухнут, пока наклюнутся, но это не важно. Главное, что подождать и высевать уже только те, у которых появляются росточки. И если вы рассчитываете, например, высевать перец, ну пусть там 1-го или 10-го февраля, если у вас срок 10-го февраля, то 1-го февраля вам уже нужно укладывать их для наклевывания и ждать. Если высевать будете 20-го февраля, то 10-го февраля помещаете в ватные диски их и ждете до наклевывания. Но еще хочу заметить, перед тем, как их укладывать в стимулирующий раствор или в какой-то питательный, или в воду до наклевывания, нужно протравливать. Некоторые путают, когда, ну как сомневаются, что первое делать, протравливание семян или замачивание, вот, например, для набухания в питательном растворе, сначала всегда мы протравливаем. Когда уже мы очистим семена от патогенных, возможно, остатков вот этих болезней, семена, когда протравиваются, тогда уже мы в питательный раствор для набухания, для наклевывания. Все, до свидания. Я рассказала, зачем мы держим семена перца до наклевывания, когда это нужно. Делают это не все, но если у вас мало, очень мало семян, они у вас дорогие, то лучше все-таки их замачивать до наклевывания. До свидания.